Поехали! Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей, 28 февраля 2018 года, среда. Как-то, в общем-то, быстрая зима проходит. Скоро идет морозы, можно будет куда-нибудь подальше послать. Ну так вот, по одному из старинных, 39-й день месяца в юг и стужи, 7526-го лета шестица. Продолжаем эфир уроки мудрости, урок третий, лад и мира, сказительница Марина Макарова. Меня в очередной раз радует, что ты очень подробно все раскладываешь и, в общем-то, вопросов особых и нету. То есть, удивительно. Тут бывает, человек наговорил, 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 и вопросы сыпятся, сыпятся. Бывает, так сказал два слова, и ничего не понятно. И вопросами заваливает. А тут все понятно, все разложено. Меня всегда такая ситуация настораживает. То ли очень хорошо поняли, то ли не поняли вообще ничего. Нет, ну у нас-то публика другая вообще-то. Давай так, у нас слушатели воспитанные. Давайте как-то проявимся, чтобы все-таки чего-то поняли. Ну а давай попробуем. Значит, слежу за чатами. И вот первую попавшуюся беру реплику в студию. Ну вопрос. Кабальера пишет. Что такое мерность вообще? Вот развернуто, доступно и понятно. Потому что, говорит, вот у меня сложилось впечатление, он дальше пишет, что сказительность все смешала в один коктейль. Обычному человеку вообще непонятно, о чем речь. Видишь, я только что говорю, что все понятно, вопросов нет. Ты сказала, что настораживает. Ну вот давай тогда кабальера и удовлетворим его желание разобраться. Что же такое тогда мера с точки зрения вот простого обывателя, а не так вот, когда ты много-много. Вот двумя словами буквально. Можешь так сказать? Мера или мерность? По-моему, прозвучала все-таки мерность. 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 Вот, мерность. Что такое мерность все-таки? Ну да, изложение достаточно такое плотное, потому что хочется за этот час рассказать максимальный объем и по возможности раскрыть тему как можно глубже. Подозреваю, что да, действительно, для первого раза прослушивания информация сложна к восприятию. Поэтому моя рекомендация все-таки прослушивать наши эфиры не один раз. Для себя как-то тезисно пытаться это все осмыслить, понять, разложить. Я думаю, со временем мы все это выложим даже в каком-то бумажном виде для улучшения понимания, восприятия. Ну а сейчас возвращаюсь к теме, что такое мерность. Мерность, ну как формулировка прозвучала, это определенный уровень качеств системы или объекта. Мерность, в отличие от меры, отличается тем, что мера у нас в большей степени отвечает за количество, а мерность более сориентирована на качество, при том, что и количество, и качество в том и другом случае присутствуют. Мерность как большой порядок отличия. Вот я бы так еще сказала, как бы уточнить, да? Вот тот образ, который мы проговорили, когда у нас Вселенная, галактики, планеты. Это же, ну по сути, изменение масштаба. Да, и вот этот масштаб как бы есть глобальный, потом поменьше, поменьше, поменьше. Но масштаб, допустим, Вселенной, он, ну никак не сопоставим с масштабом планетарным. То есть соразмерность между ними есть, но эта пропорция настолько гигантская, что выстраивать какие-то взаимоотношения, ну достаточно трудно. То есть нам с нашим конечным мышлением, с нашим конечным пониманием, вот сейчас мы перейдем на такие уже тонкие моменты, осознать, что такое Вселенная, достаточно трудно. Мы мыслим конечно, а там фактически бесконечность. Вот это и есть разная мерность. Мы находимся в своей мерности, а Вселенная находится в своей мерности. И нам пересечься достаточно трудно, при том, что мы находимся вот как матрешка одно в другом. В плане обыденной жизни, я уже сказала, мерность, ну просто меняет масштаб. То есть вот описание изменения качеств человека, да, была мерность одна, стала мерность другая. Это о чём? Человек жил себе, жил, у него привычная ситуация, какое-то там своего рода восприятие жизни. Соответственно, все ситуации по жизни у него выстраиваются в одном ключе. Меняется качество его характера, меняется восприятие, меняется поведение. О чём это говорит? Да мерность у него поменялась. Он будет видеть другой мир. Вот это удивительная вещь, но на самом деле мы живём иногда, ну не понимая, какие процессы происходят рядом с нами. Человек рядом с нами реально может жить в другой мерности. И вы с ним никогда не пересечётесь. То есть даже если вы встретитесь, у вас нет пересечения интересов, у вас нет пересечения каких-то чувственных моментов, вам не о чем поговорить, вплоть до того, что вы даже можете не заметить друг друга. Вот даже вот так. Вот это тоже проявление мерности. То есть мерность есть физического характера, есть мерность вот этого тонкого мира. Это всё об одном и том же. Ну, надеюсь, я ответила на вопрос. Хорошо. Так, ещё тогда вопросик такой вот. А где это всё можно изучить? Вот здесь. Прямо здесь и сейчас. Не выходя из этой мерности, прям сразу изучая. Да, собственно, мы начали вот этот цикл уроки мудрости для того, чтобы начать делиться вот этой информацией, начать её потихонечку выкладывать. Я действительно очень переживаю о том, чтобы эта информация не ложилась таким вот комом, чтобы она была понятна. Может быть, есть смысл чуть-чуть разуплотнить как бы наши беседы, брать тему поуже и разворачивать её пошире. Но вот в моём понимании всё-таки именно так, как сейчас задуманные эфиры, они даёт наибольшее раскрытие, наибольшую глубину вопроса. Ну, основная трудность состоит в том, что для людей, которые там первый, ну, может быть, не первый, ну, скажем так, для них это новая какая-то информация, восприятие, ну, действительно, может быть затруднено. Поэтому многие книги также читаются, многие вещи также изучаются. Нужно просто вернуться и ещё раз прослушать. Может быть, не один, там, два, три. То есть вещи действительно глубокие и, я бы сказала, такие фундаментальные. И каждая следующая наша беседа, она будет опираться на предыдущие беседы. То есть это такая вот цепочка взаимосвязей. Дело в том, что мы же описываем системность мира. И все явления, которые мы будем разбирать, которые мы будем обсуждать, они взаимно увязаны. Соответственно, всякий раз мы будем соотноситься с какими-то предыдущими беседами, опираться уже на проговоренные формулировки, на какие-то выстроенные образы и через это пытаться выстроить вот этот единый образ целостного мироздания. Наша задача в текущем моменте — понять, на чём базируется это мироздание, какие основные вот эти фундаментальные камни лежат в его основе, и затем от этих камней уже рассмотреть всё дальнейшее древо жизни нашей. Ну вот сегодня как раз с Урияром в телефон разговаривали, он обещался приехать и вместе с тобой приехать, и, сидя за столиком, за чайком, по этим всем вопросам пройтись, чтобы продумать, а как ещё чем можно разбавить или где-то, может быть, наоборот, уплотнить. Так что у нас будет очная встреча очередная, я так чувствую скоро, на радость слушателей и зрителей. Идём дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Здравствуй, Марина! Чем понятие лад и мера может помочь человеку на практике? Для чего нужно это знать? Вот, кстати, да, практичный вопрос, как это всё можно теперь применить, потому что ты говоришь, одно за другой цепляется, одно на одном строится и так далее. Вот это для чего? Ну вот, допустим, практически разберём, что такое лад в нашей повседневной жизни. Мы с вами определили, что это изменения и стабильность взаимоувязанные. Я уже попыталась раскрыть тему на примере взаимоотношений. Что такое лад в семье? Что такое лад в отношениях? Можно ещё раз проговорить. Но может быть, просто вопрос был задан до того, как я это говорила. То есть люди развиваются, изменяются. Происходит трансформация сознания, трансформация восприятия, и человек начинает проявлять себя как-то по-другому. Лад, как принцип жизни, говорит нам о том, что нужно сохранять стабильность в целом. Но за счёт чего? За счёт изменения частей. В процессе участвуют двое. Один каким-то образом изменился. Что должен сделать второй? Второй должен компенсировать каким-то образом эти изменения. Либо подтянуться. Допустим, какие изменения могут произойти? Человек, скажем, поменял отношения к какому-то явлению. Его партнёр, его спутник остался в прежней ситуации, в прежнем восприятии. Что между ними произойдёт? Вполне вероятно, что возможны какие-то конфликтные ситуации. С позиции Лада что необходимо сделать? Каждый из партнёров, понимая, что общая ситуация должна сохраниться, то есть взаимодействие в паре не должно разрушиться, каждый из них совершает какие-то действия по компенсации вот этого изменения. То есть тот, который ушёл вперёд, он всячески пытается донести своему спутнику своё понимание. А спутник, в свою очередь, делает движение, компенсирующее какое? Он пытается сам дотянуться до того вопроса, к которому пришёл его спутник. Вот это и есть закон компенсации. Как бы они друг к другу потягиваются. Ну, если один из спутников компенсировать отказывается, то есть вот он идёт, как бульдозер, просто прёт вперёд, а не учитывает при этом возможности, способности своего партнёра, что произойдёт. разрыв, дисбаланс. И в этом случае односторонняя компенсация вот партнёра, она будет для него тягостна, она будет тяжела. По всей видимости, слишком долго это не продолжится. И это станет причиной разрушения всех отношений. Вот он лад, вот он принцип компенсации. Двигайтесь навстречу друг другу, не отрывайтесь. Компенсируйте какие-то изменения другими изменениями. Но при этом основная целевая установка отношений — это сохранение этих самих отношений. То есть лад — это способ сохранить стабильность через вот эти внутренние какие-то изменения. Вот таким образом можно транслировать это в нашу обыденную жизнь. Здорово. У всех бы так получилось. Жили бы, наверное, уже в других условиях. Ну, может быть, я мечтательна в своих выкладках, но мне представляется, что если у людей всё-таки сложится какая-то вот эта вот схемка понимания сути вещей, то и в жизни они смогут рано или поздно её применить. Главное, чтобы это пришло не просто как информация, а чтобы оно стало знанием, это каким-то образом к себе нужно приложить, с этим прожить, прочувствовать и попробовать это в жизни. То есть о обычных вот ежедневных жизненных ситуациях действовать с позиции лада и меры. Всему есть предел. Всё находится в балансе. Способствуй этому. Вот ключевой вопрос вообще нашего взаимодействия — это следование высшей правде. Я её озвучила. Способствуй жизни и развитию. Больше ничего особо от тебя это и не требуется. То есть любое своё действие сверяй вот с этой позицией. Неси лад в мир. Неси лад к себе. Выстраивай свой баланс внутри самого себя. Ведь у нас тоже внутри, вот как мы рассмотрели, четыре как минимум составляющих. А сбалансированы ли они между собой? Мы говорим про отношения. А ведь часто у человека у самого внутри нету вот этого лада. А чаще всего этого лада нет, потому что идёт несогласованность, допустим, души и разума. Они всё время в споре друг с другом. И чаще всего разум просто затаптывает душу. И в итоге у человека не бывает вот этого внутреннего спокойствия, лада, умиротворения, потому что нарушен баланс. Хорошо. Я вот думаю, часто люди просят каких-то конкретных практик, конкретных рекомендаций. Вот дайте нам сразу вот это и побольше. Как вот пришёл в булочный, там заплатил и батончик хлеба положил, довольно счастливо идёт. Да-да-да. Молочком запивает. А иногда-то важно не то, чтобы тебе дали рекомендации, а важно порой, чтобы подтолкнули чуть-чуть, даже не человека, а мысль человека к тому, что нужно сначала что-то принять. Не то, чтобы даже принять, а задуматься о том, что это есть. И только после этого уже начинать действовать, начинать размышлять и что-то делать. А не так, что дайте нам сразу, мы сделаем. Ну, далее наворотил, потом расхлебываем всем миром. Ну, вот это дайте, а мы — это нормальный потребительский принцип. Я в своих семинарах, лекциях многократно повторяю и буду повторять. Нет задачи выдать людям рыбку. мы пытаемся удочки раздать. То есть все наши достижения — это только наши личные достижения. И у каждого своя мира, у каждого, как говорят, всяк на свой аршин мерит. Почему? Да потому что каждый человек приходит в мир с какими-то своими качествами и со своими задачами. И если мы начинаем транслировать другому человеку какой-то конкретный рецепт, 99% за то, что мы не поможем, а наоборот ухудшим его ситуацию. Не готовый рецепт должен быть выдан, а должен быть озвучен принцип, чтобы человек смог самостоятельно принять какое-то решение. Вот это и есть право выбора человека. Ты сюда пришёл как робот следовать каким-то инструкциям? Или ты всё же пришёл для того, чтобы проявить своё творческое начало, зная законы и правила общие для всех? Вот о чём речь. И мы занимаемся здесь собственно изучением вот этих базовых законов. Мы не будем прописывать какие-то конкретные рекомендации, иди на право, делай там что-то. Есть свод принципов и есть определённые маяки, на которые нужно ориентироваться. Главный маяк в нашей жизни, если мы хотим, чтобы наша жизнь была продуктивной, для того, чтобы она была в достатке, для того, чтобы она была радостна, чтобы нам было легко и хорошо жить. Что нужно? Нужно совпасть с общим правилом, нужно следовать ему и, может быть, даже в какой-то степени чуть на опережение двигаться. Вот эта жизнь по правде и созидание правды, приумножение лада, способствование жизни и развитию. Это наши основные задачи. Никаких гиперсложных вещей ведь мы, по сути, не обсуждаем. Вполне возможно, что тема как-то излагается, может быть, для кого-то сложновато. Допускаю. Но выводы, которые делаются из этого изложения, они достаточно просты и дают как бы алгоритм действия. Ну что мы сегодня озвучили? Для всего творения кон един, он основа творения. Это же очень чёткая и ясная формулировка. Закон един для всех. Белые, красные, синие, зелёные, да какие хотите. У мироздания есть свод законов, за счёт которых оно продолжает своё существование. И если ты входишь в противоречие, какой бы религиозной системе ты ни был, каким бы сводом там своих внутренних установок ты ни пользовался, да сотрёт тебя этот мир, потому что ты мешаешь его движению. Кон един для всех. Вышняя правда способствует жизни и развитию. Если ты противоречишь жизни, если ты разрушаешь жизнь, зачем ты нужен? И зачем же ты такой красивый нужен, если ты не самофар? Идём дальше. Валерий И. Реплика. Чтоб жить в ладу, нужно знать чувство меры. Другими словами, мера не нужна вообще, так как для развития и жизни в ладу у человека и так уже есть всё, что ему нужно. Мера лишь способ описания. Как-то интересно. Нужно чувство меры, но мера не нужна. Ну вот как, может быть, буквка Е, две буковки затерялись. Не чувство, не нужно, я не знаю. Ну как-то да, вот я так прочитал, вроде бы нужно, вроде бы и не нужно получается. Нет, тут нужно по мере, наверное, заострить внимание. Мера это не просто предел, не просто правило, не просто обозначение какой-то конечности. в максимальном своём абстрактном проявлении по сути это и есть сам кон. Потому что какое действие собственно произведено родом первоначальное? Он задаёт берега, берега потоку. Он задаёт правила системы. Что такое правило? это ограничение. Если система останется в хаотичном вот этом разнонаправленном движении, в ней ничего происходить не будет, жизни не будет. Жизнь — это как раз пауза между рождением и смертью. Это организованный поток, целенаправленный поток, а он происходит именно за счёт рамок. А рамки чем установлены? А рамки установлены мерой. Поэтому будет у тебя чувство меры или будет у тебя знание меры или будешь ты каким-то образом ещё с ними соотноситься. Это уже не принципиально. Важно то, что мера — это есть условия нашего мира. И без неё он просто рассыпается, в нём нет ни структуры, в нём нет какого-то результативного движения. жизнь исчезает просто. Вот что такое мера. Это ты хорошо рассказала. Ну, давай дальше будем смотреть. Русич, вопрос в эфир. Группа Белимова, видимо, тогда установила контакт с иными мерностями. То есть, вернее, вопрос, установила ли эта группа контакт с иными мерностями? Я ничего не могу конкретно сказать об этой группе, но могу сказать в общем и целом, скажем так, среднюю температуру по больнице. На сегодняшний день очень большое количество людей получили возможность взаимодействовать с разными уровнями мерности. Это нормальная способность человека. Всё зависит от уровня его сознания. Повышая уровень сознания, мы получаем большие возможности. Прямая зависимость. Поэтому если человек целенаправленно занимается деятельностью по раскрытию сознания, по раскрытию своих иных каких-то способностей, он получает доступ всё к большим и большим возможностям. Поэтому да, я сказала, что мы мерность иногда воспринимаем как нечто такое, ну, что-то совсем запредельное. Она рядом с нами. Мы живём, постоянно присутствуем в разных мерностях. И для того, чтобы начать с ними взаимодействовать, нужно себя подтянуть. Мы же как, ну, как, я не знаю, инструмент. Вот наше тело — это инструмент, наши способности — это инструмент. И развивая их, мы получаем новые и другие возможности. Поэтому общение с другими мерностями возможно и вполне вероятно, что даже и нужно. А иначе как нам установить контакт с высшими силами? Как нам получить доступ к, собственно, вот к этому источнику сил? Мы в прошлый раз достаточно подробно об этом говорили, да? Через изменение сознания мы двигаемся по вертикали изменения состояния духа, изменения состояния вот этих взаимодействия с разным уровнем мерности и получаем возможность доступа в какие-то очень высокие дальние горизонты. поэтому ну вот так развивай себя и у тебя всё получится. Главное уверенность и настойчивость. Поэтому какая-то группа или какой-то отдельный человек, да сейчас это явление становится уже как я не знаю лавинообразным. Люди существенно меняются, очень многие получают эти новые возможности, очень многие наконец поняли, что нужно работать с сознанием и нужно двигаться, нужно развиваться. Это нормальное состояние человека развивать себя, довести себя до какого-то уровня совершенства. Это наша задача в этой жизни. Но у каждого своя мера. Каждый по своей мере может совершенствоваться, каждый по своей мере имеет какой-то свой предел возможностей. Вот вам вопрос меры. Когда стала говорить, что многие уже установили контакты, ты меня не попугиваешь, точно установили, с теми, с кем надо, как начнут контактировать? Вопрос с кем надо не стоял. Ах, вот на что. Я сказала, у каждого своя мера, поэтому каждый выходит в ту мерность, до которой он развился и с которой он способен взаимодействовать. Я же объяснила, фрактальность мерностей очень много. Каждая мерность это другое своё состояние, это другой уровень. И по мере раскрытия сознания, по мере развития человека, он как по ступенечкам поднимается, поднимается, поднимается в какие-то новые уровни вот этой матрёшки нашей. И люди, которые только начали, наверняка, что у них горизонт пока ещё не очень высокий, они контактируют с какими-то ближайшими мерностями, более простыми, более плотными, которые на первом этапе ему доступны. Люди, которые уже много сил и времени посвятили, у которых уже сознание раскрыто, у которых возможности развернуты, у них есть шанс пробиться куда-то повыше, подальше. Ты так вот предупреждаешь, что контакт не всегда происходит с теми, кто вам нужен. Иногда бывает контакт с теми, кому нужны вы. Чаще всего так и происходит. А вот оттуда может пролететь что угодно, поэтому будьте всегда бдительны, товарищи, осторожней, друзья мои, осторожней. Не лезьте туда, куда вас не просят, чтобы потом не шибко переживать. Итак, Геннадий Романенко, вопрос эфира, здравия Марина Макарова. Значит ли это, что смерть нам дана, потому что мы все слишком заземляемся и нам нужна хорошая перетряска? Есть ли шанс очиститься тут? Благодарю. Я бы сказала, вопрос не слишком заземляться стоит. В вопросах развития духовности на сегодняшний день мне кажется как раз противоположная ситуация. Все, кто пытается как-то взрастить дух, они почему-то как-то совсем не дружат с материальным планом. Вот прям совсем. И мне видится, что важно соблюдать меру и лад человек состоит из четырех составляющих частей. Тело не последнее из них. Мы сюда пришли в тело. То есть тело это возможность для духа получить способ приобретения новых качеств, развиться. То есть нам тело дается как очень важный нужный инструмент. И если мы к нему относимся вот так пренебрежительно, ну как минимум что происходит, когда ты свою машину эксплуатируешь очень жёстко. Она быстро выходит из строя. То есть вот эта смена мерности, которую я рассказывала с точки зрения всех составных элементов человека, это как раз вопрос скорее о гармоничности, о ладном развитии всех четырёх составляющих. Лад внутри себя. Если человек совершает развитие только одной какой-то части, у него перекос будет явный. Занимаешься только телом, ну будет мышцы накачанные, а всё остальное. Или там душевные какие-то качества, милосердие, какая-то общительность, расположенность к людям. Ну хорошо. А всё остальное это где? Вот милосердный ты ко всем без разбору. А движение твоё по жизни-то какое? Где твоя воля, где твоя целеустремлённость? Что ты делаешь, кроме того, что ты очень по-доброму общаешься с внешним миром? Дело в том, что у нас же здесь миссия не просто проявить какие-то качества, а набрать новых. То есть что такое развитие? Это приобретение нового качества. И приобретая новое качество, мы получаем новые возможности. А новые возможности это для чего? Мы это проговорили. приумножать лад, совершенствовать этот мир, способствовать жизни и развитию. Ну так будь добр, развился, притвори, улучши жизнь вокруг себя. Вот она задача. А смена мерности как завершение какой-то фазы цикла присутствия здесь происходит по мере того, как изнашивается физическое тело. То есть чаще всего люди в нашей жизни умирают от преждевременной смерти. то есть давайте рассудим. Вот пришел человек, ему предоставлено тело. У тела этого почти безграничные возможности. Многие из тех, кто занимался телом, скажем, тот же Порфирий Иванов, он доказал, что у тела почти безграничные возможности. Возможности души, возможности духа, возможности разума, они тоже достаточно обширны. И в каком случае человек, вот даже не побоюсь этого слова, примет решение сменить мерность, когда это может произойти? Когда он достиг полноты развития всех своих вот этих способностей. То есть он подошел к определенному уровню развития и может принять решение о том, что всё достаточно, возможности исчерпаны, перехожу в другую мерность. Это должно быть собственное решение человека. А когда человек подведён неправильным образом жизни к вот этому исходу, к переходу, это преждевременно, это не решение поставленной задачи. То есть гармонии развития самого человека нету. Вот это моё понимание. А такие микросмерти, когда происходит смена качества, они у нас за жизнь происходят многократно. Вдумайтесь сами, какого-то человека вы не видели лет 5-6. Встречаете. И чего? Узнать невозможно. Как? Почему так изменился? Что произошло? Да вы другого человека уже встретили. тот человек, с которым вы были знакомы 5 лет назад, считайте, что он умер. За 5 лет человек может полностью поменяться, включая даже все органы и системы физического тела. Это ли не смерть? Да, он вроде ходит живой, но он другой мерности, он другого состава, он другого понимания, он другого восприятия, он полностью изменился. Стало быть, это другой человек, другого качества. Мы на это просто не обращаем внимания, но реально ведь это у нас происходит каждый день. Вот мы сегодня поняли какую-то вещь, приняли ее, начали действовать по-другому, все, мы прошли вот этот барьер микросмерти. Нас вчерашнего уже нету. Вот как-то так. Далее Алексей Дорогой, это он не ко мне обращается, это так он себя назвал, задает вопрос эфир. Как узнать, в какой мерности ты живешь? Ну, вопрос номер раз, зачем? Алексей, дорогой, ответь, пожалуйста, Марине, зачем тебе это знать? Мне кажется так, вот ты живешь в этой мерности, зачем узнавать? Если бы, например, у тебя была таблица мерностей, например, А1, B1, VZ и так далее, 228, 4512 и так далее, и ты бы мог переключаться между мерностями как на дисплее компьютера, или создавать мерность, куда там, или транспортер переносил из одной мерности в другую, мерность 228, чпок, и ты там, да? Вот тогда бы, да, было бы интересно, ой, елки-палки, компас забыл, а в какой мерности нахожусь? Не подскажите, пожалуйста, в какой мерности я нахожусь? Ты что, 228? Ой, извините, ну и так далее. Вот, это я понимаю, а когда мы живем в этой мерности и здесь, в общем-то, крутимся, вертимся? Мне кажется, тут есть смысл только вот в одном моменте, как бы определить свою мерность, ну, как бы такой момент не вполне понятный, а вот определить соразмерность чему? Творцу, насколько близко я к нему приблизился, насколько мои возможности подобны, вот на каком, на какой ступеньке вот этого фрактала я нахожусь? Вот, вот здесь может быть какой-то определённый ориентир, то есть, насколько ты сотворец, насколько ты можешь реализовать свой потенциал, насколько ты соответствуешь вот этому высшему замыслу и течению хода реки жизни. Вот тут, наверное, есть смысл, а просто безотносительно как бы вот определять мерность, ну, ну, как-то не смыслово, наверное. Ну да, как кинзадзад там всё требовали какой-то номер там, да, уточнить, чтобы туда попасть. Ладненько, идём дальше. Кабальера, кабальера, задаёт вопрос в студию. Откуда инфа у сказительницы? Только чётко, без ухода в сторону. Ну-ка давай, признавайся, выкладывай всю информацию. Я в прошлый раз очень чётко сказала. Нет, ты сейчас конкретно скажи, ну-ка прям так, я получаю информацию тут-то, тут-то, секретные там ящички, номера их. Прямая передача. Ну вот. Ну так бы и сказала, что сразу шуметь-то. Я в прошлый раз так и сказала. Ну в этот раз тебя спрашивают, а вдруг что другое скажешь. Ну ты прям какая-то непонятливая вообще. Вера Маковеева, вопрос. Эти параметры для человека заложены изначально? Можно ли их изменять и на сколько? А параметры, какие параметры? Ну какие параметры, о которых ты сегодня говоришь? Теперь мне тебе напомнить. Значит, так, вернемся. Чего я перечисляла? Ну вообще параметры, которых ты сегодня много чего перечисляла. Принципиально. Чем един мир? Мир един свойством. Свойство – это то, что имеет количественный параметр. У всех абсолютно объектов во всем мире, вот у нас, у природы, у любого явления, которое мы вокруг себя наблюдаем, свойства, набор свойств, скажем так, один и тот же. И за счет этого мы являемся вот этим вот единой системой. То есть мы все по сути своей одинаковые. Мы все можем выстроить взаимодействие, взаимоотношения друг с другом. Чем мы отличаемся? А мы отличаемся мерой этих свойств, то есть количеством этих свойств. Кто-то более плотный, кто-то более разреженный. Кто-то более умный, кто-то более менее умный и так далее. То есть вот все свойства, которые могут быть сосчитаны, они как аквалайзеры могут быть смещены. И вот каждая конфигурация, каждый человек или каждый объект, он имеет определенный рисунок вот этих вот полосков, скажем так. Аквалайзер, что это такое? Вот этим люди и отличаются, что количество того или иного свойства у них разное. Вот об этом я говорила. Следующий момент. Качество. То есть наша задача — развитие. А развитие происходит через обретение нового качества. Механизм, как нам приобрести новое качество. Нам нужно, чтобы какое-то из наших свойств обрело полноту. И мы тогда автоматом переходим на занятия другим свойством. Развиваешь какое-то качество, приобретаешь новое. То есть развиваешь какое-то свойство, приобретаешь новое качество. Вот это задача человека по жизни. Может быть, немножко сложно сейчас воспринимать вот это мудрословие, свойство, качество. Но как иначе это объяснить? Ну, я затрудняюсь по-другому сформулировать. То есть ещё раз. Свойство — это то, что имеет количественное выражение. Ну, допустим, у пространства какое свойство? Размер в определённом направлении. Он может быть сосчитан. Вот это свойство. У человека какие свойства? Проявление души, духа, разума. Они все имеют какую-то количественную величину. Мы говорим, широкая душа или нет. Низкая душа, бездушный человек. Воля, могучая воля, большая воля. То есть это же всё количественные характеристики. Соответственно, это свойства человека, которые могут быть изменены. И по мере изменения вот этих свойств происходит качественное изменение. То есть человек меняется. Как только качество поменялось, человек переходит в какое-то иное состояние. Чаще всего кардинальное вот это изменение, качественное, приводит к смене мерности микро. Не уходу из жизни, а изменение в целом состояния человека. Ну, как-то так. Хорошо. Далее. Светозар Горюк. Всем здравия. Вопрос в эфир. Четырёхмерная проекция – это длина, высота, ширина и время. Шестнадцатимерная проекция, которая мерности в себе включает. Что про это можно сказать? Ну, о времени мы будем говорить отдельно, относить сейчас её к трёхмерному пространству. Я не считаю, между прочим, даже и корректным. Если говорить о четвёртой мере пространства, посмотрите на глубину. Мы всё время говорим о пространстве как о трёхмерной поверхности. Глубина, на самом деле, это как зеркальный разворот этого же пространства. Ну, это такая немножко позиция. Мерность 16-ричная, 64-ричная. То есть их много. Они разные. И вот этот счёт мерности – достаточно условная вещь. Это мы пытаемся оцифровать какие-то непонятные нам моменты. Мы пытаемся дать им меру, дать им предел, чтобы наша способность разума определять всё смогла эту информацию как-то переварить. То есть это способ нашего восприятия. Если вы из разума выходите в сознание, процесс принципиально меняется. Вам не нужно уже оцифровывать информацию. Вы просто переходите в другое состояние. Ну, надеюсь, что донесла понятно. Надейся, надейся, надейся и жди. Я тут думаю вот что. Когда спрашивают люди, ограниченные физическим телом и пространством, в котором тело находится, и ещё органами чувств, о чём-то таком, что выходит, ну, органы чувств, они так или иначе, всё равно с этим связаны, и всё это вместе такой компот, густой такой компот с ягодками, да. Так вот, когда мы пытаемся задавать вопросы, на которые никогда не сможем получить представление, потому что ответ-то можно получить, а вот представление получить не сможем, то это примерно напоминает ситуацию, когда слепому пытаются объяснить, что такое Луна. Когда существо, которое не различает цветов, вообще не различает, пытаются рассказать о том, что существуют разные краски. Ну, сколько бы вы ни говорили тому, у кого нет обоняния, что такое запахи он не поймёт. Ну, не поймёт, но не дано это невозможно. Вот мы ограничены своими органами чувств, у нас других нет. У нас есть какие-то органы, может быть, которые у кого-то чуть-чуть проявлены, чуть-чуть проявлены какие-то там чувства дополнительные, у кого-то вообще их нет. И то у каждого по-своему правильно. Это чувствует так, это по-другому чувствует. Я имею в виду о энергиях и прочих-прочих делах. Так вот, даже там разночтение, даже там нет единого представления. Поэтому, во-первых, невозможно объяснить то, что невозможно ощутить органами чувств человеку. И поэтому спрашивайте об этом. В общем-то, бесполезно. Во-вторых, ну, даже если вы об этом узнаете, дальше что вы с этим будете делать? Если вы даже это почувствовать не можете? Ну, вы что-то перенесётесь, что ли? И там окажетесь, и всё хорошо? Мало того, даже если вы там окажетесь, для вас это будет естественно. Но, потому что если вы там оказались, значит, для вас эти условия подходят. И вы будете себя точно так же ощущать, как будто вы находитесь в сейчас нашем мире. Только возможностей будут чуть-чуть побольше. Сразу будет мысль воплощаться быстро, сразу что-то там ещё будет происходить. Или, наоборот, с какой-то оттяжкой. Но никаких изменений в другом теле, более мерном, в пространстве более мерном, вы не сможете ощутить. Но это тело для других измерений не подходит. Поэтому говорить о том, что мы не можем почувствовать, потрогать, представить даже себе, на мой взгляд, это пустоя трата времени. Уж извините, пожалуйста, вот такой вредный, противный. Мне кажется, тут ещё один такой аспект важный. Вот этот интерес к чему-то такому прям совсем запредельному, чего наверняка там не получится как-то, вот что называется, пощупать и там поприсутствовать. Он такой момент отвлечения от какой-то реальной задачи. Ну смотрите, мы же пришли в это воплощение, мы пришли в физический мир. У нас здесь какие-то конкретные задачи есть, касающиеся именно этого мира и нас здесь, в этом теле находящихся. Чего нас всё время сносит куда-то вообще в какие-то непонятные тонкости, мягко говоря. В текущем моменте вот наша задача просто на земле стоять двумя ногами. Потому что вот прозвучало вот это заземление. Да нет у нас никакого заземления. Мы все как воздушные шарики подвешены. Когда у человека есть заземление, когда он твёрдо стоит на ногах, когда он хозяин себе и своей жизни, таких вопросов не возникает. И это не чрезмерная материализованность, а это выполнение своего предназначения. Человек совершенствует себя, развивается, и совершенствует мир вокруг себя. Он пришёл в материальный мир для того, чтобы этот мир способствовать его развитию, способствовать его ладованию, способствовать порядку в этом мире. Потому что это был изначальный посыл прародителя. Он безструктурное, хаотичное состояние ма привёл вот в этот лад и порядок. И дальше передал эстафету фактически нам. А мы что делаем? Разве мы эту программу реализуем? Вот куда, мне кажется, надо обратить внимание. Чрезмерное увлечение эзотерическими какими-то знаниями, полётами куда-то там и зачем-то там, оно в большей степени выводит нас из реальных задач в, может быть, я так жёстко, грубо скажу, но в какой-то морок. Это ненужные программы. Если мы здесь, в этом теле, в этой реальности не смогли утвердиться, проявиться и выполнить ту задачу, которая перед нами стояла, ну что нам делать там в тех мирах? Или мы свой потребительский подход туда перенесём? Нам здесь плохо, пойдём поищем, может быть, там хорошо, развалим и там. Давайте своим домом заниматься. Ну да, как говорил один мой знакомый, тут уже всё грязно, пойдёмте в другое место нагадим. Из этой же серии. Ты знаешь, я, ну это, наверное, болезнь роста, и многие проходят какие-то школы эзотерические, но надо учитывать следующее, что эзотерика очень часто приводит в шизотерику, а шизотерика приводит часто в клинику. Поэтому будьте осторожны. По поводу же вот этих мечтаний и по поводу спросов, а как там, а вот как вот не там, а вот как быть, а где и так далее. Это, наверное, вариант из той серии, что многие из нас всё-таки помнят хотя бы хоть как-то свои предыдущие, может быть, воплощения, или откуда пришли. Это так называется ощущение богов, ощущение божественности, где нет ограничений каких-то. И вот для того, чтобы, может быть, где-то подсознательно снова окунуться в это состояние. Часто задают вопросы, ну что, ну как там, ну давайте, расскажите мне, ну бальзам на душу пролейте. Так что я прекрасно понимаю, откуда берутся такие настроения, представления, и почему мы часто о чём-то мечтаем. Это хорошо, когда мы мечтаем. Главное, чтобы в мечтах жизнь не прошла, иначе, ну, будет спрос, а что вы здесь делали-то? Ведь Марина не просто сказала. Вот эта мечта, она же как камертон, она как маяк. Ты знаешь, ты там где-то внутренне чувствуешь, как хорошо должно быть. У тебя есть вот это ощущение лада внутри, да? Ну так транслируй его сюда. Реализуй его здесь, чтобы здесь тоже был лад, чтобы вот это твоё понимание красоты, совершенства, гармонии, чтобы оно разливалось вокруг тебя. Если у тебя есть об этом какая-то память, если этой памяти нет, ну работай с собой, разви себя и очисть себя там от каких-то блоков, от каких-то загрязнений, от мути какой-то, чтобы, наконец, начать воспринимать это. Ведь дело в том, что род постоянно транслирует нам вот этот поток благости, поток жизни, поток живы. Это и радость, это и сила, это наполненность. Но мы её не воспринимаем. И мы всё вот лопаем глазами, пытаемся какие-то высокие материи. Да какие высокие материи? Его вот эта жизненная сила, его ладность, его благополучие, оно изливается на наш мир непрестанно, оно находится во всём вокруг. И если ты здесь не способен это воспринять, ну о чём ещё говорить? Я же уже сказала, вот эта мерность — это как матрёшка. Мы постоянно находимся сразу во всех мерностях, просто мы их не воспринимаем. Мы пришли сюда с этим качеством, в это состояние для того, чтобы именно в этом состоянии транслировать порядок, транслировать лад, способствовать жизни и развитию вот той ситуации, в которую ты попал. Вот где есть, там и улучшай. Улучшишь здесь, поднимешься на следующий уровень, будешь там улучшать. То есть ты должен быть постоянно генератором вот этой благости, так же, как её генерирует прародитель. Мы же подобны. В чём мы подобны? Вот в этом. Хорошо. И в заключение ещё один вопрос от Олега, который звучит так. «Я так понимаю, чтобы увидеть новую мерность, надо расширить диапазон своего восприятия мира, то есть получить полную полноту знаний, которое превратится в качество перехода». Примерно правильно сказал. Первую очередь, с чем необходимо работать, это с сознанием. Но вот тут связка. Вот в последней части беседы я обозначила четыре составляющих элемента человеческой сущности. они все в равном балансе должны развиваться. То есть без развитого тела у нас ничего не работает. Когда в теле блоки, когда в теле мусор, когда тело невосприимчиво к каким-то тонким моментам, ну что с ним делать? Допустим, простой пример. Слух. Вот один человек слушает только барабаны. У него настолько грубое восприятие, что кроме каких-нибудь там-тамов, для него весь остальной мир просто не существует. Подчистить свои рецепторы, разгрузить тело от вот этой грубости, плотности, прийти в более тонкое душевное состояние, настроиться эмоционально, проявить волевое усилие к тому, чтобы этого достичь. Это ведь этапы большого пути. И тогда, после вот всех этих действий, после того, как все четыре элемента подтянутся взаимно, этот человек сможет различать уже какие-то более тонкие звуки, а может быть даже прям и вот тончайшие какие-то нюансы. Чувствовать музыку, воспринимать внешний мир по-другому, слышать какие-то тонкие вещи. Вот вам смена мерности. Барабаны или сверчки, барабаны или дуновение ветра. Это совершенно разный уровень восприятия, это совершенно разный уровень взаимодействия с пространством и с природой вообще. Ну, всё лежит в гармонии, всё лежит в ладу сначала внутри себя. Лад вот этих четырёх составляющих собственной сущности. Выведи на примерно равное состояние душу, разум, дух и тело. Дай возможность душе раскрыться. Натренируй дух и волю. Приведи в нормальное состояние тело. Очисти разум. И ты выходишь на новое качественное состояние. Мир тебе открывается. Хорошо, благодарю. И пора нам переходить уже, наверное, к заключительной части нашей сегодняшней встречи. Для этого стоит кому-то что-то пожелать доброе, хорошее, вечное. И попрощаться. Пожалуйста. В завершение нашей беседы я бы хотела ещё раз проговорить о том, для чего мы сюда приходим. Наша миссия — приумножать лад, как высший кон мироздания. Наша задача — развивать себя, развивать окружающее пространство, помогать развиваться тем, кто рядом с нами, и всячески способствовать жизни и развитию всего, что есть вокруг нас. Чем ближе мы подойдём к решению этой задачи, тем быстрее и эффективнее произойдёт смена обстановки, смена той ситуации, которая нам сейчас некомфортна. Вот мы все чего-то ищем, потому что какой-то дискомфорт с жизнью. Мы чем-то не удовлетворены, нас не устраивают какие-то многие параметры, и хочется, чтобы что-то поменялось. Но как, за какой хвостик дёрнуть, чтобы наконец эти изменения пошли, не очень понятно. Вот я предлагаю начать с того, чтобы принять для себя вот это правило. Способствуй жизни и развитию в любых ситуациях. Приумножай лад в себе и вокруг себя. Это ключ, который позволит быстрее реализовать то, что нам всем хочется. Я благодарю всех слушателей и поздравляю с последним днём зимы. И надеюсь, что завтра у нас будет солнечно, тепло и радостно. По-весеннему. Только будьте осторожны. Деда Мороза опасно посылать. Он злопамятный может вернуться. Не-не-не-не-не, мы не посылаем. Мы очень рады, благодарим, мы счастливы тому, как у нас происходила зима, у нас всё было замечательно. А теперь мы ждём весну. Ну вот и здорово. Ладненько. Ладненько. Хорошо. Благодарю тебе за очень интересную в очередной у нас получившуюся беседу. И не забудьте в следующий раз, на следующей неделе мы встречаемся на том же месте в тот же час для продолжения наших интересных разговоров по этой, на мой взгляд, прекрасной теме уроки мудрости. Ожидается урок четвёртый. И вот опять послушаем, что же там наша затейница подготовила такого интересного. Так что не пропускайте. Я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 28 февраля 2018 года среда. Дед Мороз скоро в отпуск. 39-й день месяца в Юг и Стужи с 7526 лета шестится по одному из старинных календарей. Уроки мудрости от Марины Макаровой урок третий Лад и Мира сегодня были в нашем эфире. Прощаюсь с вами со всеми. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Народное Славянское радио. Алексей Орлов, Марина Макарова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное Славянское радио. Пора просыпаться.